Весы. Это прогноз для вас на март 2024 года. Сейчас мы говорим о том, что будет происходить в вашей жизни в этом месяце. Месяц у нас затменный. Я очень надеюсь, что вы знали об этом заранее. Потому что, как минимум, когда я делала свой прогноз для каждого знака на этот год, я говорила о том, что в этом году у вас важное время. Потому что вы совместно с вашими оппонентами, людьми, которые родились под знаком Овна, попадаете под сильное влияние затмений. Ведь у нас в этом году почти все затмения происходят на оси Овен-Весы. И мало того, по этой оси путешествуют кармические узлы. Ну и, конечно, вблизи затмений кармические узлы наиболее активны и приносят вот такие вот серьезные судьбоносные перемены. Отсюда, возможно, вы уже даже этим поинтересовались и знаете, какое затмение с вашей карты резонирует. Сильнее, какое меньше. Однако, даже если, предположим, ваше Солнце в знаке Весов или если у вас сендентальные Весы находятся далеко от всех затмений, я все-таки рекомендую вам держать ухо востро. Потому что сам по себе период затмений – это всегда, а это вот коридор затмений. Период, самый яркий затмений – это коридор. А коридор затмений у нас начинается за две недели до затмения. И если лунное затмение у нас происходит 25 марта, то, значит, коридор затмений начинается 10 марта. То есть вот с 10 марта яркое время, которое очень, скажем так, ну, очень сильно на вас влияет. Да, вне зависимости от того, там даже если вы резонанс именно с этим затмением не имеете, предположим, имеете со следующим, солнечным, или, может быть, имеете только даже с затмением осеннего коридора, осеннего сезона затмений. Поэтому прошу вас быть аккуратными. В чем аккуратность должна быть? В том, что мы не предпринимаем очень активных действий в этот период. Мы не инициируем тех событий, которые, предположим, могли бы в себе нести для нас очевидный риск того, что они выйдут из подконтроля. Они могут нам сильно навредить. Мы вот в это время ими не занимаемся. Ну, желательно. Это не значит, что у нас это так получится, потому что мы же понимаем, что затмение – это как раз время директивное, так что может прийти в жизнь обстоятельства, и хочешь ты, не хочешь, этим будешь заниматься. Но если мы говорим про нашу волю и про нашу степень возможности оградить себя от всего, то мы просто не ввязываемся ни во что серьезное в этот период. У меня есть на этот счет как раз-таки целый чек-лист. Я буквально в этом чек-листе собрала все свои мысли об этом коридоре затмений, который вот начнется у нас 10 марта. Рассказала о том, что из себя каждое затмение представляет, на какие оно знаки влияет, на какие градусы влияет, как этот резонанс найти. Ну, в вашем случае это будет очень просто. И также написала даты рождения тех людей, на которые сильна степень влияния этих затмений, весенних. Пожалуйста, скачайте, это совершенно бесплатно. Доступно по ссылке в описании под этим видео. Вы оставляйте свои регистрационные данные, на которые я и высылаю этот чек-лист. Итак, значит, получается, что вы под сильным влиянием затмения. Самое основное время такое судьбоносное, когда могут произойти плюс-минус фатальные события. Не значит, что плохие, а значит, что те, которые плохо нами управляются. Это время с 10 марта, начиная по конец этого месяца. Но помимо этого, что еще вас ждет? Понятно, что самое основное магистральное событие – это затмение. Но есть же еще и какие-то подводки к этому. Ну вот смотрите, буквально начало месяца, оно у вас очень даже удачное, потому что ваш управитель планета Венера ходит по воздушной стихии, по знаку водолея. Это сосед по стихии воздушной ваш. Отсюда, собственно, и вторая часть февраля для вас была достаточно приятной, такой дружелюбной к вам. И первая часть марта может быть временем взаимодействия с другими людьми, как-то удачных совпадений, ощущение, что вы можете все. Водолей дает такое состояние эйфории, определенной в вопросах свободы и независимости от всего, отсутствие каких-то границ, ограничений, правил и так далее, необходимости следования им. Вот это все вас ждет буквально до 12 марта. А потом ваш управитель переходит в знак рыб. И вот в знаке рыб он уже совершенно себя иначе ведет, потому что он переходит в ту стихию, которая для вас, как для стихии воздуха, представителя стихии воздуха, она для вас не очень дружелюбная, не очень вам понятная. По большому счету это ваш антагонист. И то, что нравится ему, не нравится вам. И наоборот. Отсюда, когда планета, которая нами управляет, которая описывает наши дела, ходит по вот таким вот знакам, которые к стихии антагонисту имеют отношение, часто в нашей жизни происходит кризис. Маленький, но кризис. В том смысле, что это не какое-то конкретное событие, которое является кризисом, а в целом время, когда мы говорим, ну что все не так, почему все происходит через пень-колоду, со скрипом, со скрежетом, почему я что-то задумываю, а все идет в каком-то совершенно другом направлении. Да потому что мы не на одной волне энергетической, со вселенной в это время. Волна-то по качеству другая, а мы реагируем на волны только как бы своих настроек, да, только воздуха в вашем случае. А вода требует очень мощной интуиции, она требует мало говорить, но много слушать, много созерцать, много, как правильно сказать, много недоговаривать, много рефлексировать, много переживать внутри себя. Это очень мощная работа внутренняя, но небольшая внешняя. Для вас это не характерно. Вы как представитель воздуха все-таки в достаточной степени, но если, конечно, у вас не выделена водная стихия в гороскопе, такое тоже может быть, но я только ориентируюсь на ваш солнечный знак, поэтому говорю только о нем. Вы как представитель воздуха совершенно по-другому себе воспринимаете свою вообще стратегию жизненную. Она про то, чтобы взаимодействовать, искать себе пару, искать баланс между собой и другими людьми, между собой и миром, все время коммуницировать, все время держать этот контакт. А рыбы, они наоборот стремятся к тому, чтобы выпасть из всего контакта, чтобы как будто бы какая-то внутренняя волна подхватила и несла. И вот на этой своей внутренней волне находиться какое-то время. И как ни странно, это на самом деле поможет внешним процессам, если вы доверитесь этой внутренней волне. Но ваши заводские настройки другие, поэтому всегда, когда наш управитель попадает в знак антагонистического характера, нам приходится выучиваться учиться чему-то новому. Отсюда, конечно же, почти весь март у вас будет научение, доверие своей интуитивной части, своему душевному проживанию. И, конечно же, вы должны будете больше думать сердцем, чем головой, что тоже является для вас серьезным вызовом. Поэтому где-то кризис наступает с 12 марта, и вот он таким вот, таким, ну, скажем так, атмосферно, да, над вами витает. Но если вы вовремя почуете задачу и правильно ее решите, то, в общем-то, никакого на самом деле серьезного, очевидного кризиса, реального в вашей жизни не произойдет. Пожалуй, более-менее наступит время стабильное с 22 марта, потому что в этот период ваш управитель планеты Венера находится в знаке, не в знаке, а в аспекте с Сатурном, притом это соединение. Дальше у нее еще несколько благополучных аспектов. То есть вполне себе удачное время у вашего знака происходит именно за счет того, что стабилизируется ваш управитель при соединении с планетой Сатурн. То есть, несмотря на то, что в водной стихии все происходит, и эмоции, это такое весьма сложное для контроля, как это правильно сказать, субстанция энергетическая, тем не менее, Сатурн и это тоже умеет контролировать, и это тоже умеет ставить под какую-то определенную задачу подстраивать. Так что более результативными, я бы так сказала, вы станьте как раз-таки с 22 марта, и вплоть до конца месяца у вас вот такая вот результативность повышенная будет наблюдаться. Ну, собственно, тогда можно считать, что время с 12 по 22 марта самое напряженное и сложное. Но и не забывайте, все-таки, вы в периоде лунного затмения в вашем знаке. Понятно, что на кого-то из вас оно будет сильнее влиять, на кого-то больше. Ну, я сейчас сразу скажу, кто точно попадает под сильное влияние этого затмения. Это люди, рожденные с 27 сентября по 1 октября, а также люди, которые рождены с 8 октября по 11 октября. Вот вторая партия, вот второй набор дат для вас характерно вообще сильное влияние всего коридора затмений. Всего. Потому что и второе затмение в таком случае на вас будет сильно влиять. Дело в том, что на вас влияет даже не сама точка затмения, а лунные узлы. А лунные узлы никуда за 2 недели, которые пройдут с первого затмения до второго, не денутся. Они будут в одном и том же градусе стоять примерно. Вот. А вот для первого набора дат все-таки, конечно, вот именно март. Критичный, март важный, март серьезный. И я бы так сказала, настраивайте себя на то, что вам нужно преодолеть какую-то внешнюю преграду, которая может быть связана или с другим человеком, или будет задача с другим человеком наладить взаимоотношения. Потому что дальше надо, вероятно, идти сообща. Но для этого нужно, возможно, через какое-то препятствие перейти для того, чтобы вот это сообщение между вами случился, да, этот коннект, эта связь, и в дальнейшем вы шли совместно. Это что касается лунного затмения для знака весов. Именно для тех, кто родился в первой части прохождения Солнца по этому знаку. Ну что ж, пожалуйста, подпишитесь на меня, если вы этого еще не сделали, и поставьте лайк этому видео. Если вы смотрите меня на Ютубе, подписывайтесь на Ютуб, смотрите на Дзен и подпишитесь на Дзен. На Ютубе вы можете поставить колокольчик, прям нажать на него. Тогда вы будете знать, что у меня вышло новое видео, и вам будет легче его посмотреть, вы его не упустите, быть проинформирована. Ну и не забывайте, у меня есть телеграм-канал Астрология Свермолина Татьяны, где я не только эту информацию рассказываю, но и многое другое. И если вы только меня на Ютубе смотрите, друзья, вы почти ничего о том, что я рассказываю, на самом деле не знаете. Поэтому обязательно подписывайтесь и на телеграм-канал тоже. Я же с вами прощаюсь, до новых встреч, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok